Здравствуйте, друзья! Тема этого ролика – твик колонок Edifier R2700 путём замены твиттера на ленточник Fountech Neo CD1. Колонки Edifier Studio 7 построены на динамиках NCHE 6 дюймов, в средних частотниках 4 дюйма и 3,25 дюйма шёлковый купольный твиттер. Колонки собраны в корпусах из приличного толстого МДФ. Имеют две пары аналоговых интерфейсов подключения, оптические и коаксиальные входы. Основная особенность этой модели – это кроссовер на контроллере STM. Управляется всё это специализированным аудиопроцессором TASC 5508. На нём организованы фильтры четвёртого порядка, которые разделяют сигнал на частотные полосы. Тут их три, понятно. Фильтры четвёртого порядка, каждый нагружен на собственный оконечный усилитель с широтной импульсной модуляцией на микросхемах TASC 5342A. Басовые динамики, запитанные по мостовой схеме, а средние и высокочастотные динамики по схеме SE. Для динамиков обеспечены тепличные условия работы, что приводит к довольно чистому звучанию с высокой детальностью. Это видно и в измерениях. Можем посмотреть их отдельно. Вот, собственно, твиттер, который нас интересует. Целью этого видео будет твик канала ВЧ. Мы будем менять этот купольник на ленточный динамик PhoneTec Neo CD1. PhoneTec характеризуется частотным диапазоном, простирающимся до 40 кГц, и невероятной линейностью и нейтральностью звучания. То есть, если есть какие-то претензии к звучанию на высоких частотах у колонок Edifier R2700, то применение этого твиттера призвано его устранить. Что касается параметров твиттера PhoneTec, то они построены с использованием неодимовых магнитов, имеют чувствительность порядка 90 дБ, номинальную мощность 12 Вт, максимальная 25 Вт, частотный диапазон от 2 кГц до 40 кГц, 5 Ом, импеданс, и довольно линейную характеристику. Можем посмотреть, что будет. Будет следующее. Вот это вот то, что получена, чёрная кривая, полученная с помощью уже подключенного твиттера PhoneTec. К этим колонкам вот характеристика, которая была, то есть она даже лучше, можно сказать, объективно по линейности, но характер звучания и продолжительность частотного диапазона в PhoneTec на порядок выше. Единственная трудность, которая у нас встретится в процессе твика, это будет механическое врезание огромного, можно сказать, ленточника в такой скромный корпус мультимедийных колонок. На самом деле придётся немножко изменить конфигурацию, и это будет выглядеть примерно вот так. Самая большая трудность в этой истории со врезкой твиттера PhoneTec в колонку мультимедиа Edifier, это геометрия твиттера. Посмотрите. Он имеет очень непростую форму, и требует отверстия достаточно сложной формы. Этим мы сейчас и займёмся, посильно упростив процедуру. Что ж, давайте примерим твиттер к колонке Edifier. Для этого мы возьмём специально заготовленный фланец от PhoneTec и примерно приставим его сюда. Для этого придётся выкрутить один винтик. Сюда же мы его, скорее всего, и поставим. Вот примерно так это будет выглядеть. Придётся удалить табличку Edifier, и будет небольшой заход на родной твиттер Edifier, который мы оставим на месте, не будем его удалять. Пускай будет, нам он не мешает. Но не будет, и даже гриль, по идее, должен закрыться без проблем. Вот к этому результату мы примерно и должны прийти. Гриль имеет такую конструкцию, что позволяет вставлять какие-то предметы между поверхностью колонки и гриль. Вот наш подопытный. Для этого нам понадобится твиттер, некоторые инструменты, набор винтиков крепления и резисторы номиналом 3,6 HOME. Этот номинал я выявил в процессе подготовки, поэтому не буду у вас загружать ненужной информации. Теперь о разметке. Как же врезать такой сложный твиттер в такое маленькое место установки? Я думаю, что чем проще, тем лучше. Разметка это дело нудных. Мы обойдемся без разметки. Прошу заметить, что в твиттере есть ряд 4 отверстия на фланце, которые совпадают с местом крепления фланца к корпусу. Диаметр этого выступа 8 мм и место их совершенно точно известно на фланце. Что мы делаем? Мы размечаем. Удаляем табличку Edifar, по крайней мере, временно. Следующим шагом я демонтирую динамик басовый для того, чтобы иметь доступ к колонке изнутри. Вот так примерно выглядит колонка Edifar изнутри. Там достаточно много синтепона, который я удалю. Нет, не удалю, потому что он плохо удаляется. Хорошо, окей. Это мы будем делать другим разом. Этот динамик нам мешать не должен. Мы его трогать не будем. Можно приступать к следующей процедуре. Следующим шагом просверлим эти 4 отверстия, в которые войдут вот эти пазы в динамики. Для этого понадобится дрель со сверлом на 8. Очистим поле. Вот и чистенько. Следующим этапом нам нужно соединить вот эти отверстия резами следующего порядка. Для этого мы используем удобные струны. Режем дальше. Режем дальше. К сожалению, для колонки этого еще недостаточно для того, чтобы вставить туда ленточник. Режем дальше. Режем дальше. Проверяем полученный результат работы. Очень даже неплохо, на мой взгляд. Теперь зачистим и продолжим. Далее следует отсоединить провода от частотного динамика с тем, чтобы подключить твиттер. Для этого его нужно вынуть. Что я и делаю. Обратите внимание, что саморезы, которые используются в колонках этих пазах, довольно неплохого качества, но тем не менее, для сохранности шлицов следует подбирать биту, отвертку ровно по размеру, для того, чтобы не нанести им непоправимого вреда. Потому что такие же достать потом будет очень и очень непросто. Запоминаем полярность подключения этого динамика и выпаяем его. Далее следует припаять провод к твиттеру. Но перед этим нужно припаять резистор, делитель, который обеспечит правильное согласование средней и выскочастотных динамиков. Друзья, все, что я тут показываю, будем считать, что это схематическое изображение процесса. То есть претензии к пайке, технике безопасности, каким-то еще особенностям и культуре производства мы опустим. Понятно, что можно все и нужно это все делать красиво. Обратите внимание на полярность подключения. Провод с черной меткой подключается на этот раз к плюсу динамика, в отличие от родного включения в одифайр. А резистор с горящим плюсовым так называемым проводом условно подключается к минусу. Вот примерно так. Далее наметим места установки крепежа. Теперь следует ставить на место старый динамик родной твиттер Adifire 2700. Сейчас он выполняет роль заглушки, потому что камера звуковой колонки должна быть герметичной. Это, надеюсь, все понимают. И этому следует уделить пристальное внимание. Вот и все. Теперь установим на место низкочастотный динамик Готово Можно сказать, что колонка не потеряла внешне своих форм И даже гриль можно будет одеть Я уверен, потому что он имеет такую конструкцию что оставляет расстояние между поверхностью колонки и собственным грилем И можно ее ставить на место Таким же образом мы поступим и с активной колонкой Попробуем замерить что у нас получилось с помощью измерительного микрофона направленного приблизительно на низкочастотный динамик и звуковой карты ЭМУ и на ноутбуках с программным обеспечением Похоже, что линейность неплохая примерно как предполагали Можно считать результат удачным Повторяем все те же самые упражнения только с активной колонкой Различие составляет датчик пульта дистанционного управления Вынимается он очень тяжело Я его уже поддел чтобы не показывать отдельно И его следует перенести Я думаю, мы его перенесем куда-нибудь сюда И так за работу Продолжение следует... А здесь видна плата Электроники Поэтому нужно быть особо аккуратным Мы его, пожалуй, вымем Датчик Пульта дистанционного управления Придется выпаять С тем, чтобы потом впаять на место Ну что ж, вернем колонку на место Вот она, красавица Состоит с новым ленточным твиттером Фаунтек Нео CD1 Теперь эта колонка Обеспечивает параметры От 40 Гц до 40 кГц С линейностью Плюс-минус 3 дБ Что для такой бюджетной малышки Весьма неплохо Я намеренно не предлагаю Устроить прослушивание В этом ролике Потому что YouTube все равно пережмет И качество будет отвратительным Просто поверьте на слово Что люди, которые слышали Эту систему с новыми твиттерами Отмечают высокую линейность На высоких частотах Возросшую прозрачность Легкость звучания Которая не была Со старыми купольными твиттерами Конечно, ленточник Выводит эту акустическую систему На новый уровень качества Это без сомнения Где брать колонки Edifier Вы знаете Ленточники Фонтек Вы сможете приобрести У региональных дилеров В частности, указанных В этом посте И успехов вам, ребята! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok